Part number two. После нашего замечательного начала про Горчакова было масса пожеланий. Когда же, когда же продолжение? И вот оно. Уважаемый Егор. Уважаемый Павел. Да. Ты помнишь, на чем мы остановились? Конечно. Мы остановились на том, как Александр Михайлович Горчаков стал министром иностранных дел. Интересно, не начать ли нам с этого же? Давай попробуем. Давай. Напомним нашим зрителям, что вступая в должность министра иностранных дел, Александр Михайлович Горчаков обратился ко всем иностранным дворам с программной депешей, в которой прозвучала его знаменитая фраза «Россия сосредотачивается». Таким образом, он обозначил программу внешнеполитического ведомства на ближайшие годы. Речь шла о том, что Россия, в царствовании Николая Первого придерживавшаяся принципов легитимизма, т.е. активно вмешивающаяся в дела беспокойной Европы с целью предотвратить там революционное брожение, теперь отказывалась от этой политики и сосредотачивалась на обеспечении внутреннего переустройства страны. И, в общем-то, это была совершенно здравая позиция. Более того, это была единственная разумная политика, которую можно было ввести в условиях жесточайшего поражения после Крымской войны. Мы с вами говорили, что в сфере реальной политики самым болезненным результатом этого поражения стала нейтрализация Чёрного моря, территориальных серьёзных потерь России не понесла, но психологический удар был очень мощным. И, конечно, он в значительной степени сподвиг Александра Второго на начало того процесса, который в историографии известен под названием великих реформ. В первую очередь речь идёт, конечно, об отмене крепостного права. Несмотря на то, что Александр Михайлович Горчаков руководил внешнеполитическим ведомством, он оказывал некоторое влияние в силу своей близости к императору Александру на внутреннюю политику. В частности, именно он побудил царя вернуть исцелки декабристов. Это был символический шаг, конечно, в первую очередь. Именно он убедил царя смягчить условия для выезда за границу, потому что при Николае Первом действовало нечто вроде железного занавеса. И официальная политика Николаевской России заключалась в том, что там загнивающий Запад. Именно тогда впервые в консервативной публицистики и появилась эта идиома. Александр Второй под влиянием отчасти Горчакова, много лет прожившего за границей, конечно, либерализировал серьёзно сам процесс выезда в Европу. И это тоже было воспринято как такой сигнал о том, что всё-таки у нового царствования будет иной дух, иной характер, иной рисунок, нежели был у царствования Николая. Ну а потом начались действительно великие реформы, которые преобразили Россию и сделали её, в общем-то, более или менее современным буржуазным государством. Ну а что же происходило в сфере внешней политики? Напомню, что, конечно, главной целью Горчакова стала борьба за отмену нейтрализации Чёрного моря. И он начал бороться за это со всем жаром, со всем талантом политика. Как это нужно было бы сделать? Что нужно было бы сделать для того, чтобы отмена нейтрализации стала возможной? Нужно было найти в Европе союзника, который был бы точно так же недоволен установившимся по окончании войны порядком. И, как ни странно, этим союзником оказался бывший противник. Первоначально речь идёт, конечно, о Франции. Напомню, что сближение с Францией началось ещё, собственно, во время Парижского конгресса, когда Франция своей умеренной политикой, политикой умеренных требований к России, торпедировала радикальные английские планы. Потому что английские планы, они, конечно, сводились, по сути, к расчленению России. Но вот победа союзников была не настолько убедительной, чтобы этого добиться. И Франция, по существу, вовсе не хотела такого разрушения России, Российской империи, распада Российской империи, как этого хотела Англия. Поэтому сразу же обозначились некоторые точки сближения. Дело в том, что Франция проиграла предшествующие войны, наполеоновские. А Наполеон III позиционировал себя император французов, пришедший к власти в результате государственного переворота. Напомню, сначала его избрали президентом Франции в 1848 году, а спустя 4 года он совершил государственный переворот и провозгласил себя императором французов. Так вот, Наполеон III позиционировал себя как наследник своего великого дяди и боролся за пересмотр, за снятие тех ограничений, которые были наложены на Францию по результатам наполеоновских войн, по поражениям наполеоновских войн. Наполеон даже и возник, и утвердился, цементировался этот всеобщий миф о Наполеоне. Потому, что там была очень мощная пропагандистская машина. И, собственно, до него Наполеон все-таки частью общественности воспринимался... Ну, я его называю иногда галантный Гитлер того времени. И после этого он стал прямо таким мифологемой самым настоящим. Ну, вот Наполеон III был аплагетом и идеологом великодержавия французского. И, собственно, его вмешательство в Крымскую войну во многом было вызвано именно стремлением реванша по отношению к России. Во-вторых, внутренними причинами нужна была маленькая победоносная война для того, чтобы показать, что Наполеон III все сделал правильно, когда совершал государственный переворот. То есть, у Франции геополитических причин вмешиваться в Крымскую войну было гораздо меньше, чем у Англии, которая боялась усиления России, выхода ее на средиземноморскую акваторию и угроза владычицы морей. Так вот, Франция стала сближаться с Россией. Ну, естественно, со своими такими далеко идущими целями. И первый пример сотрудничества между Францией и Россией на международной арене – это, конечно, итальянский кризис, приведший к объединению Италии. Это конец 50-х годов XIX века. Италия, напомню, была тогда совершенно разрозненным географическим понятием. Такого государства не существовало, как и в случае с Германией, существовали только отдельные итальянские государства. Ну, наиболее амбициозным, наиболее сильным таким государством был Пьемонт или королевство обеих Сардинис. Пьемонтом правил король Виктор Эммануил, а его премьером был очень талантливый политический деятель Камилло Дикавур. И вот именно Камилло Дикавур выступил таким основным идеологом объединения Италии. Значительная часть итальянского народа жила под владычеством Австрийской империи. И, конечно, Камилло Дикавур понимал, что в одиночку нанести поражение Австрии в Вене Пьемонт не сможет. Поэтому тоже нужно искать союзников. Союзников он нашел в лице Наполеона Третьего, который также претендовал на часть территорий Австрийской империи. И в 1859 году разразилась война против Пьемонта и Франции с одной стороны, и против Австрийской империи с другой. В эту войну Наполеон Третий хотел вовлечь Россию, предлагая ей ни много ни мало Галицию. То есть, ту часть Западной Украины, которая не входила в состав Российской империи, а была частью империи Австрийской. Но Горчаков, оказывая доброжелательный нейтралитет по отношению к Франции, тем не менее, устранился от участия непосредственно в войне, выполняя завет Александра Второго. Он сказал Наполеону Третьему, Галиция нам не нужна. И действительно, господствовало тогда в кругах петербургской элиты сознания, что ничего, кроме головной боли от присоединения этих территорий, для русских не будет. Поэтому лучше сохранять дружественный нейтралитет. Францию поддерживает, но вот непосредственно военные действия не вмешиваются. Но, тем не менее, не вмешались на французской стороне, но и не вмешались и на австрийской. И это означало, что окончательно былой Священный Союз распался. Потому, что всего за 10 лет до этого русские войска как раз спасли Австрию, как мы с тобой говорили, во время похода Николаевских войск в Европу и усмирения мятежной Венгрии. То есть, фактически тогда Австрийская империя от распада была спасена. В 1959 году Российская империя уклонилась от спасения Австрии и, по сути, позволила Франции и Пьемонту нанести австрийцам военное поражение. Результатом чего стало в 1861 году создание Единой Италии со столицей первой в Турине. Это столица Пьемонта. Усилия Кавура оказались успешными и вроде бы союз России и Франции упрощился. То есть, Россия Франции помогла, но Франция России помогать отказывалась. То есть, на словах всё было прекрасно, но каких-то зримых шагов Наполеон III не предпринимал. Правда, характерно известное высказывание Горчакова, которое так оценил итальянский кризис и последовавшие события. Он сказал итальянскому дипломату Франческо Альдаини, «пока что я наношу по парижскому трактату удары перочинным ножиком? Но когда-нибудь я нанесу по нему сабельный удар». И этот удар был не за горами. Но сначала распался вот этот нарождающийся русско-французский союз. И распался он, конечно, не по вине Петербурга. Потому, что Наполеон III переживал головокружение от успехов. То есть, в Крымской войне победа, в войне с Австрией победа Наполеон III подумал, что вот он такой, как дядя. На кого бы ещё напасть? И тут он вспомнил про самого старого врага. Да. Правда, это нападение было не фактически военным, это было дипломатическое нападение. Но, тем не менее, с начала 60-х годов оживляются волнения в Польше. Я напомню, что Польша тогда принадлежала Российской империи. Но там была очень сильная националистическая партия, которая никогда не оставляла надежд завоевать независимость. И в итоге началось восстание, пик которого пришёлся на 1863 год. И вот тут Наполеона... Тут Наполеона переклинило, я бы даже сказал. Потому, что он подчуял возможность добиться независимости Польши и превратить это новообразованное польское государство в сателлита Франции в Восточной Европе. В своего союзника, в свою опору, в свою точку влияния для этой части континента. И Франция стала самым активным участником дипломатической борьбы против России. Вся французская пресса обрушилась буквально на Петербург. В самых чёрных тонах рисовались действия русских войск, которые подавляли, действительно жестоко подавляли это восстание. Ну, там ещё внутренние польские силы очень помогали во Франции. Да, во Франции жила польская эмиграция, была очень активна, обладала большими возможностями. И в результате Горчаков почувствовал, и Александр Второй, они почувствовали себя обманутыми. Потому, что только что, вроде бы, они Францию поддержали. Как дошло до дела, такое предательство гнусное. Ну, и удалось этот кризис преодолеть, как вы знаете. Польша независимости не получила. А Горчаков, наоборот, проявил себя как великолепный дипломат. Потому, что именно ему пришлось отвечать на претензии других великих держав, не только Франции, но и Англии, и даже Австрии. И Горчаков отвечал очень толково. В частности, австрийцам он напомнил, что и в состав её империи также входят польские территории, отношедшие к ней по разделам Речи Посполитой. И если бы что-то такое, подобное тому, что сейчас творится в России, творилось бы в австро-венгерской, ещё не в австро-венгерской, ещё в австрийской империи, то уж точно Вена бы этого не потерпела. То есть, он публично уличил венский двор в двойных стандартах. Это была такая сильная пощёчина. Но и французам, и англичанам он отвечал очень достойно. Это была такая словесная дуэль, за которой наблюдала вся Европа. И Горчаков вышел из неё победителем. Ну, правда, при поддержке русских войск. Потому, что мы понимаем, что если бы русские войска не подавили это восстание, то никакая дипломатия ничего бы сделать не смогла. Но, во всяком случае, Горчаков держался столь достойно, что его моральная правота оказалась очевидной для европейских дворов, и он из этого противоборства вышел победителем. Вот эти события ознаменовали собой окончательный распад нарождавшегося русско-французского союза, и тогда взгляды Петербурга упали на другую европейскую столицу, которая могла бы способствовать пересмотру Парижского трактата. Речь шла о Берлине. О Берлине, конечно же. В разгар вот этих событий была заключена так называемая Альвинслебенская конвенция России и Пруссии, которая позволила беспрепятственно русским войскам оголить границу с Пруссией, и перебросить часть войск в Польшу. И, в общем-то, конечно, в Петербурге были Берлину за это благодарны. Здесь надо упомянуть об одном из главных героев европейской истории второй половины 19 века. Отто фон Бисмарке, который был некоторое время послом Пруссии в Петербурге. На экскурсиях своих я показываю дом, где располагалось Прусское посольство, где он жил в течение нескольких лет. Это пребывание здесь оставило серьезный отпечаток. На личности Бисмарк, он всегда симпатию воспоминал, работу в России. И с Горчаковым у них сложились неплохие отношения. При этом на первом этапе Горчаков смотрел на него не то чтобы как на своего ученика. Но, во всяком случае, он считал себя уже более опытным дипломатом. Но, Бисмарк стремительно наращивал свое влияние. В конечном итоге стал канцлером Пруссии сначала. И, главной целью Берлина, конечно, стала повторить успех Турина. То есть, выступить объединителем Германии. Объединить все разрозненные германские княжества в единое государство и даже в империю. И с точки зрения Горчакова и Александра II союз с Пруссией стал гораздо перспективнее союза с явно неверной мечущейся Францией. И вот после Альвенслебенской конвенции начинается медовый месяц между Петербургом и Берлином. Этот медовый месяц продолжается до 1871 года. В течение этого срока Пруссия проводит три войны. И все эти три войны победны. Это война против Австрии, которая была конкурентом и альтернативным центром, который мог бы взять на себя объединение германских государств, который лидировал в так называемом Германском союзе, рыхлом конфедеративном образовании. Австрия разгромлена и уже не помышляет ни о каком лидерстве в германском мире. Это борьба зданий. Здание, которое владело Шлезвигом, так называемой территорией, населенной немецким населением, находившимся под датской короной. И в конечном итоге, конечно, это война против Франции, которая была главным противником объединения Германии, которая совершенно не хотела, чтобы на ее границах возникло такое могущественное образование, могущественная империя. Поэтому Наполеон III в 1870 году фактически нападает на Пруссию. Хотя, конечно, эта война готовилась заранее обеими сторонами. Все понимали, что она неизбежна. И где-то с 1867 года приготовления военные шли с обеих сторон. Но вот поводом к войне в 1770 году послужила так называемая эмская депеша. Это была оскорбительная для Наполеона III депеша, которая исходила от имени французского прусского короля. Но Бисмарк и Мольские подредактировали ее. Немножко ее подкорректировали. И она стала звучать довольно дерзко и оскорбительно для Наполеона III. То есть, Наполеон III требовал, чтобы родственники прусского короля Гогенсолерли не претендовали ни на какие престолы во всем мире. Отказывались от этой чести. Сам прусский король был настроен примирительно. Но не так были настроены Бисмарк и главный военный вождь рождающейся Германии Мольтики. Но и оказались правы, потому что разразившаяся война привела к катастрофическому поражению Франции, блестяще описанному в Европе. Наполеон III попал в плен под Седаном. И в результате Франция, конечно, была деморализована, и ничто уже не могло помешать созданию Германской империи. Но это история Германии. А что же происходило с Россией? Для России открылось окно возможностей. По сути, все державы в Европе оказались заняты своими делами. Пруссия и Франция воевали. И ни одна из этих держав не могла помешать России объявить об отмене нейтрализации Чёрного моря. Франции было не до того. Пруссия была благодарна за поддержку нейтралитета, потому что Франция на это рассчитывать не могла, а Пруссия была бы разгромлена, если бы её сжали с двух сторон. Но Россия заявила, что она придерживается нейтралитета, и в результате Пруссия смотрела сквозь пальцы на все действия России. Против была, конечно же, Англия. Но Англия – это островное государство, сильное своим флотом, у неё нет сухопутной армии, и она всегда во время европейских войн пыталась использовать в качестве своей шпаги на континенте одну из европейских держав. А сейчас, поскольку европейские державы были заняты, то, соответственно, России помешать уже никто не мог. И здесь я бы провёл параллель с событиями 1939 года, потому что, на мой взгляд, действия сталинской дипломатии лежали абсолютно в русской дипломатии Горчаковой, когда в Европе большая война, можно решать свои собственные национальные проблемы. И именно в этом же контексте и восприняли действия СССР в 1939 году многие европейские политики, например, Черчилль, который писал о том, что это следование русским национальным интересам. Ничего необычного здесь нет, так и должно быть. Все прекрасно помнили, что делал Горчаков в 1871 году. Поэтому, да, Горчаков объявляет о том, что ситуация в Европе изменилась самым радикальным образом, и Россия просто не может действовать так же, как она действовала в 1856 году. Поэтому ситуация изменилась, мы теперь не считаемся связанными парижским трактатом. Да, в Лондоне была истерика, но тем не менее поделать ничего было нельзя, и в конце концов с этим свершившимся фактом все согласились. То есть, вот таким образом, Горчаков достиг своего главного жизненного успеха. Он добился того, что в исполнении той задачи, которую поставил перед ним государь. И это, конечно, была его блестящая заслуга. Но, надо сказать, что создание Германской империи породило новые проблемы. Потому, что, конечно, возникло волнение, что теперь эта Германская империя может, скажем, быть враждебной по отношению к России. И это, в свою очередь, продиктовало выстраивание новой системы международных отношений, которую я бы охарактеризовал как систему лавирования между Пруссией, между Германией и Францией. Сначала был создан союз трёх императоров, который объединял Россию, Пруссию и Австрию. Но Пруссия была лидером этого союза. И Россия, чтобы не действовать в формате германских интересов, не Россию, Пруссию, Австрию, а Россию, Германию и Австрию, чтобы не следовать в формате германских интересов, тем не менее, сначала неофициально, а потом уже и официально имела дружественные отношения с Парижем. Эти дружественные отношения проявились, в частности, в 1875 году. Потому, что, хотя Германия и победила, Пруссия победила в войне 1870-71 года, но Франция-то никуда не делась, она осталась. И Пруссия очень... Германия уже теперь боялась реванша. Боялась, что Франция окрепнет, накопит силы и будет бороться за то, чтобы стереть германскую империю с карты Европы. Там ещё эти две несчастные области, приграничные вещи. Эльзас и Лотаринги, да, конечно, были головной болью для обеих держав. Поэтому в 1875 году разразилась так называемая военная тревога. Которая является, кстати, кульминацией романа Валентина Пикуля «Битва железных канцлеров». И действительно, у Германии существовал план повторного нападения на Францию и её окончательного разгрома. Но вот здесь уже Германии не удалось воплотить свои планы в жизнь. Почему? Как раз за позиции России. В Петербурге понимали, что если Франция падёт, то германская империя станет фактически гегемоном Европы. И следующей её жертвой будет уже Россия. То есть, ничто не сможет ей помешать объявить войну России. А Россия не сможет найти себе союзника в Европе. Её положение ухудшится. И поэтому в 1875 году Горчаков довольно резко публично и демонстративно объявил, что Петербург не даст Германии совершить нападение. Бисмарк воспринял это болезненно. Но поделать ничего было уже нельзя. То есть, от планов нападения на Францию Германия отказалась тогда. Но Бисмарку удалось нанести ответный укол Горчакову. Это произошло на так называемом Берлинском конгрессе в 1878 году после русско-турецкой войны. Дело в том, что здесь вот надо пару слов сказать. Пикуль не случайно заканчивает своё произведение этой битвой 1875 года. Отчасти потому, чтобы не писать про Берлинский конгресс. Потому, что де-факто концом карьеры Горчакова был именно Берлинский конгресс. И это, конечно, было поражение русской дипломатии. Но я бы хотел высказать свою точку зрения по этому поводу. Потому, что мне кажется, Горчакова, который, конечно, уже был очень старым человеком, человеку к 80 годам, он уже находился не в лучшей форме. На мой взгляд, вина за это дипломатическое поражение, она лежит не совсем на Горчакове. И даже, я бы сказал, совсем не на Горчакове. Я думаю, что это поражение во многом носит, я бы сказал, медийный характер. Вот, я не знаю, согласишься со мной или нет, но давай разберем с медийной точки зрения эту ситуацию. Надо вообще начать с начала войны. Потому, что это медийная история, сто процентов. Да. Мы сейчас начнем с русско-турецкой войны. В 1877 году разразилась русско-турецкая война. Русско-турецкая война разразилась после восстания славян на Балканах, восстания сербов и восстания болгар против османского владычества. Эти болганские народы находились под османским игом, достаточно жестоко угнетались. И вполне естественно было, что эти восстания периодически происходили. Но вот в середине 70-х годов разразилось очень большое восстание на Балканах, которое туркам удалось подавить. Россия также претендовала на то, чтобы влиять на Балканах. Россия позиционировала себя как покровительница православных народов. Москва была третьим Римом. И, конечно, была вот эта вот такая прославянская партия, которая очень активно двигала престол на то, чтобы поддержать славян. Комедийная история, надо сказать, что очень большую огласку. И, кстати, в Европе и в России получили методы подавления довольно жестокие. Они освещались, иллюстрации были такие. В общем, все как надо. Но дело было не только в поддержке славян. Дело было, конечно, в геополитике, в прорыве к торговым акваториям, в первую очередь. То есть, главной задачей русского государства, в общем-то, со времен Екатерины Второй во внешней политике было завоевание Константинополя. Зачем Константинополь? Потому что Россия обладает внутренними морями. Два главных моря, Черное море и Балтийское море не имеют прямого выхода в мировой океан. Нужно что-то с этим делать. И поэтому, начиная с Екатерины и до Александра Третьего, который первым немного изменил эту парадигму, думали о том, как бы пробиться к Босфору и получить выход в Средиземное море. Которое, конечно, тоже внутреннее. Потому что там дальше еще Гибралтар до океана. Но, тем не менее, хотели Константинополем обладать. А все вещи, связанные с поддержкой славянства, крестом над Святой Софией и прочим, это все-таки было идеологическое обрамление. Борьба шла, грубо говоря, из-за бабла, из-за влияния, из-за политики. Но вот эти идеалистические вещи, такие как поддержка братьев, они тоже оказывали влияние на настроение общества. Была колоссальная медийная кампания в поддержку. Наши так называемые лидеры мнений, включая Федора Михайловича Достоевского, они все топили за эту историю. Конечно. Чтобы люди понимали, это похоже на то, что было в 2014 году с Донбассом. Наших, это не русские, славян, единой православных, убивают, мучают, а мы смотрим. Что же ты, Александр Второй, смотришь на это? Александр Второй на Турцию пытался давить, угрожать. Даже мобилизовали армию. И в какой-то момент возникла ситуация, когда нужно либо начинать войну, либо демобилизовывать армию. Потому, что второй раз будет выглядеть довольно туповато. И в конце концов наращивание этой истерии привело к развязыванию русско-турецкой войны. Сразу скажу, что Горчуков был ее противником, как он, в принципе, был противником всех войн. Потому, что ввязаться в войну в течение 60-70-х годов 19-го века Россия могла неоднократно. Вот яркий пример мы привели выше. Если Россия бы хотела просто расширить территорию, можно было бы пограбить Австрию немножко во время этой итальяно-франко-австрийской войны. Но нет, Россия в это не ввязалась. Россия не ввязалась еще целый ряд других войн, в которые могла бы ввязаться. Польский кризис можно было бы довести до большой европейской войны. Но, честно, не до этого. Вторым противником был министр финансов Рейтерн, который говорил, что мы просто финансово не потянем большую войну. Но вот, например, Дмитрий Милютин, военный министр, он, наоборот, считал, что потянем. И в результате война началась. В результате война началась. И Горчаков, он, конечно, обеспечил некоторые позиции, которые позволили России, в принципе, эту войну провести. В частности, Австрии было обещано, что Россия не перейдет за Балканы. Удалось вовлечь на своей стороне союзника Сербию... Прошу прощения, Румынию удалось вовлечь на своей стороне в эту войну. И война-то оказалась в целом, в общем-то, успешной. Турок победили. Но аппетит приходит во время еды. И в конечном итоге на последнем этапе войны возник конфликт между военным командованием... Не конфликт, подспудный конфликт. И Петербургом, политическим руководством. Это бывает довольно часто. Потому, что военные мыслят только военными категориями. А политики видят ситуацию в целом. Военные же видели Константинополь. Да. Дошли до Адрианополя. И фактически, да, уже видели Константинополь неподалеку. И Скубелев туда даже на экскурсию ездил. И Михаил Дмитриевич Скубелев, который был самым ярким полководцем этой войны. Он считал, что мы должны... Представился случай самый легкий, самый уникальный. Просто протяни руку и возьми этот Константинополь. И крест на Святой Софии будет, и все будет наше. А Горчаков еще до начала войны говорил, что можно будет более или менее успешно провести войну только при двух условиях. Первое, если она будет короткой. Очень быстро надо победить. И второе, если мы реально не будем переходить за Балканы. Если перейдем за Балканы, будет большая европейская война. То есть, Горчаков изначально объяснял, в том числе и Милютину, да, военной элите, что политический итог войны может быть вот только таким, каким он в итоге и получился по итогам Берлинского конгресса. А военные вдруг раз разгромили Турцию, фактически дошли до Константинополя, и им помнилось, что они могут этот Константинополь взять. И мир, который они продиктовали Турции, оказался славным, и о нем раструбили. Болгария получала независимость полностью. В полном составе становилась вроде как точкой опоры России на Балканах. Но европейские державы с этим не согласились. И Англия готовилась к войне. Она хотела повторить крымский сценарий. Я напомню, что Крымская война, которую, конечно, все прекрасно помнили еще тогда, она тоже началась с победой над Турцией. Одно из самых трех знаменитых сражений, славных для русского флота, произошло в Крымскую войну. Сожгли турецкий флот. Но потом было поражение, когда вмешались более могущественные европейские союзники Турции, Англии и Франции. И здесь Англия точно также готовилась к войне, потому что взятие Константинополя русскими никак не соответствовало ее интересам. Ту же самую позицию заняла и Австрия. И война с Англией и Австрией одновременно при не очень понятной позиции Франции и Пруссии совершенно не укладывалась в планы Александра Второго. И более того, была для России невозможна, я напомню, опять же, по финансовым соображениям. Ты понимаешь, что с этим Константинополь делать? В основном мусульманское население, это же еще внутренние гемаруи ты получаешь. Да, абсолютно непонятно. В результате произошло то, о чем Горчаков, повторюсь, говорил заранее. Не надо рассчитывать на такой большой кусок. И здесь была, конечно, ошибка в медийном плане. Потому, что когда Турция была разгромлена и заключили Сан-Стефанский договор, об этом раструбили на каждом углу. Великая победа. И именно в контексте этой великой победы то, что они сдали на Берлинском Конгрессе назад и согласились на том, что независимой становится только часть Болгарии, а вторая часть остается под протекторатом Турции. И о том, что там Австро-Венгрия, которая ничего не делала, но тоже получила часть турецких территорий. И о том, что от Константинополя мы все войска отводим и уже больше о нем не мечтаем никогда. Вот все вот это, оно, конечно, было воспринято поражением. Как поражение в контексте вот этой предшествующей победы. Если бы изначально не разевали рот на такой огромный кусок и не трубили по об этом на каждом углу, то можно было бы чистыми медийными методами представить Берлинский мир как вполне себе удовлетворительный, хороший результат, успех. Потому, что мы победили, мы разграбили, все-таки добились результатов. Конечно, не грандиозных, но тем не менее в борьбе с превосходящими противниками, с дипломатическим давлением все равно отцепили себе кусок. То есть, в этом контексте стакан оказался бы наполовину полон, но поскольку над этим не работали, то выяснилось, что наполовину и даже больше, чем наполовину пусто. Вообще пусто. Это было серьезным ударом по престижу монарха, кстати говоря. Да, и, кстати, все революционные последующие настроения, они эту подоплеку имеют. Да, а здесь можно вспомнить, что, в частности, народовольческое движение, оно рассматривало борьбу этих славянских народностей как демократическую борьбу, и целый ряд русских революционеров, например, Дмитрий Клеменц, там воевали тоже как добровольцы на Балкану. И на Александра Второго стали смотреть в том числе как на предателя славянского дела, что он вот, ну а потом сдал. Поэтому, да, на Горчакова возлагают вот эту ответственность и эту вину, что он не сумел дожать. Ну а Горчаков это производная от всей системы Российской империи, а система Российской империи, она была неспособна на большую европейскую войну, поэтому и Горчаков сам это прекрасно понимал. Поэтому вот так уж серьезно его винить за то, что произошло на Берлинском конгрессе, я бы не стал. Тем более, что у него были оппоненты внутри МИДа, посол в Англии Шувалов, например, очень влиятельный оппонент. И они как раз были вот этими, условно говоря, ястребами. Но когда дошло до дела, оказалось, что их анализ неудовлетворительный, неубедительный. Поэтому, конечно, часть вины из Горчакова я бы снял. Ну давай, может быть, все-таки кусочек посвятим личной жизни. Ну да, Александр Михайлович Корчаков был женат, у него было два сына, он достаточно рано овдовил, и у него была большая любовь. Правда, история об этой любви не очень приличная, потому что это была жена его внучатого племянника, младший его на 41 год, Наденька Акинфова. Акинфов это, соответственно, его племянник, к которому он покровительствовал, и как писал Федор Михайлович Тютчев, даже, подобно древним властителям, позолотил его рога. Да, Федор Михайлович Тютчев написал прекрасное четверостийшее. Пред ней старость молодела, и опыт слал учеником, она вертела, как хотела, дипломатическим клубком. Ну вот, Горчаков принимал ее в своей казенной квартире, которая располагалась, между прочим, в генеральном штабе. Да-да-да, в левой части смотреть от Эрмитажа. Да, но длилось это великолепие недолго, потому что Надин в скором времени нашла себе поклонника по возрасту, и, к несчастью, им оказался принц Николай Лихтенбергский, который был сыном Максимилиана Лихтенбергского, и ни много ни мало Марии Николаевны, дочери Николая I. Да, то, чем он располагался, а он ходил на службу в соседнее крыло, поэтому там особо далеко ходить не надо было. Да, он ходил на службу в соседнее крыло, и поэтому долгое время удавалось держать этот роман в тайне. Можно представить себе, как расстроился Александр Михайлович, когда все выяснилось, потому что, в конце концов, Надин выбрал более молодого, титулованного и богатого поклонника, несмотря на то, что все это время она продолжала быть замужем за Акинфову. И дальше разразился скандал, там даже был личный конфликт между Марией Николаевной и Горчаковым, которые разбирались в покоях Александра II. Стали настаивать на разводе Акинфовой, потому что выглядело все уже совсем неприлично. Да, и Мария Николаевна была не в восторге от того, что ее сын женится на ней. Да, но там была проблема, потому что развести в те времена было не так просто, и Акинфов стал требовать огромную сумму отступных, решив еще и заработать по такому случаю. В конце концов вроде как сговорились на какую-то баснословную сумму, Акинфов опозорился. Он тогда одним из самым, на самом деле, действенным инструментом развода было доказательство того, что один из супругов изменил, но должны были быть свидетели. Да, как минимум два человека. И вот Акинфов наконец-то согласился признаться, что он изменял, подкупили двух свидетелей. Но все равно Мария Николаевна продолжала интриговать, чтобы развод не признавали, и Александр II под ее влиянием, это был ее брат, в конце концов, родной, он развод не признал. Развод не признал, поэтому несчастная... Не знаю, насколько несчастная, но в конце концов, наверное, все-таки счастливая. Наденька Акинфова просто бежала в Европу, вместе с ней бежал Николай, там они встретились и жили некоторое время, скажем так, гражданским браком. Потом, в конце концов, Николай Лихтенбергский получил от своей тетки небольшое владение в центре Европы и смог официально жениться уже на девушке. Наконец-то брак был признан, и они прожили долгую счастливую жизнь. Ну, а Горчуков был, конечно, уязвлен, тем более, что об их романе стало известно, и над престарелым дипломатом откровенно потешались в светских петербургских салонах. Ну, это на самом деле говорит о том, что он был мужик, да? Я всегда это подчеркиваю, это раз. Во-вторых, ничто ему было не чуждо, и надо сказать, что в те времена вообще, кстати, и разница в 40 лет иногда не рассматривалась как какой-то катастрофой. В купеческой среде вообще было абсолютно нормально. Ну, нельзя отрицать, что он был страстно влюблен. То есть, это было не какое-то мимолетное развлечение, а он просто потерял голову от этой любви, от этой страсти, от высоких чувств. Многие по ней сохли. Собственно, Тютчев, в общем-то, тоже. Он просто как менее успешный поклонник Надежды написал не очень отличные стихи. Тютчев самого. Я тут задумал в продолжении серии романов, серию классики Бессоплей, как раз хочу про тючу рассказать. Про Эрнестины, Элеоноры, Амалии, Лелечку Денисеву и так далее. Ну, что ж. Спасибо за увлекательный рассказ, Егор Николаевич. Значит, по традиции в конце у нас анонс мероприятия, которое грозится случиться буквально уже вскоре. Да, вот через неделю у нас будет праздничный стрим. Праздничный стрим хорошо звучит. Праздничный стрим. Да, цифровая история, где мы анонсируем новый фестиваль цифровой истории. Дорогие друзья, надеемся, что вы будете с нами в следующую субботу, 26 декабря. Ну, и с наступающим Новым годом. На следующий год у нас большие планы. В том числе и туристические. Да, это правда. Так что следите за анонсами. Ну, я от себя хочу сказать, что есть в продаже два бумажных изделия, соответственно. И их точно также можно будет приобрести не платя ни Почте России, ни Робокассе. У меня на экскурсиях и на двух таких лекционных посиделках, которые у меня будут 1-1 января. То есть, каждый день будут идти у меня со 2-го по 10. На 2-й уже мест нет, а вот на остальные уже... А вот остальные еще места есть. Приходите, пожалуйста. С автографом. Кстати, эту книжку я всегда и это могу подтвердить. Подписываю даже, когда по почте высылаю. У тебя будет каждый день, да? Да, да. Ну, потому что там люди очень просят, семьи целые едут сюда просто походить со мной. На этом, друзья мои, все. Вот Егор Николаевич попросил у меня книжечку... С удовольствием. Да, бери. Ну, ты знаешь, в редких случаях фидбэк стопроцентный. Не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Прямо радости города берет за проделанную работу. Оставляйте комментарии, задавайте ваши вопросы. Мы, естественно, будем продолжать в следующем году всевозможные повествования на историческую тему. Ну, и вас ждут, я надеюсь, еще ряд сюрпризов из нашей такой музыкально... Для кого-то придурковатый, а для кого-то... Самые отличные. Самые отличные сферы. Интеллектуальные. Интеллектуальные сферы, да. Оставляйте комментарии. Пока. Пока.